Мы так посмотрели где-то. Это там близко. Буквально 300-500 метров от первых домов самокнары. Но самое интересное, что вот эта гора, которая в нашем село, она является именно с плюсами. А туда вот дальше, где Мраво запал, то уже все. Вот тут у меня. Ну и конечно, с этим мы там живем. И вдруг у нас, хотя приехал вот этот Горбатый, вот этот директор, надо было говорить. Ой, вы что? Мы тут оставим человека, который будет розовый ветров наблюдать. И если ветер будет не в вашу сторону, то будем взрывать. А если не будем взрывать, то вашу сторону, то есть ветер. Ну, представьтесь, что? Потом стали говорить, что они будут каким-то подземным ходами, там, рыть про немецкие технологии. В общем, все, что угодно было. Ну, нас, конечно, это все-то не остановило. И мы стали потихонечку, не зная куда, не зная чего, начали бегать, начали кого-то. Спасибо, вот, Людмила Ивановна, это наш вдохновитель, это наше сердце, наше вот это вот, всего вот этого. Вот, и шла, в общем, короче, потом, если надо было собрать, писали письма везде, в министерство писали, то есть и сделки писали, куда только они писали, куда-то, 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 куда-то писали. Когда думали, надо писали. Кстати, бегали по городу. Подчистки, пишите, пожалуйста, шурок, вот я, вот этого кайфа-заповедника. То есть, это самое, это, это, местораж, это, БРУ этого. Подпишите все. А знаете, вот у нас люди интересные. Вот дома офицеры, там на койку работают. Заходят, зашла, там много молодежи, что я говорю, понимаете, это для вас не делают, потому что это все останется не нам, это будущим поколением останется. Ой, что там делать? Что там делать на тех горах? Было с трудом собрать эти тысячи с лишним подписью, но мы их собрали. Мы их собрали, у нас все есть, с адресами, со всем всем это собрали. Вот, потом, значит, ну что, так нас никто не слышит, ни на председательских подпись, никто. Мы стали с плагатами, вот мы видели, стояли под этим домом, тем самым, в этом совете. Вот, нас выгоняли, потом приехали в ПРУ, они там все с ингредиентами встречали, нас оттуда выгоняли, заняли все место, нас выгоняли, мы там в углу где-то стояли, мы выстояли. Мы все равно выстояли, все равно нас услышали. И вот сейчас вы уже видите, то, что мы прошли, мы это начали 4 года назад, понимаете? И вот, ну, выстояли, выстояли. И вот, если вы смотрели передачу последнюю, дня два назад, Литвиненко Матарита Сергеевна, она показывала про, там, по телевизору, статью славы Севастополя, там писала так, значит, Флотская держит оборону. И она правильно сказала, она правильно сказала, что мы будем держать эту оборону, но это среди капли крови. Вот так она сказала, и у нас все услышали. Это я ссорилась. Ну, все, больше ничего. Спасибо. Просто не прогружусь. Да. Маргарина, только об этом, и я хочу сказать, что, конечно, без жителей Филопольской никакая наука, и, конечно, мы сидели в кабинетах, и, действительно, вот эта инициативная группа, пожалуй, нашла в сердца ученых всех, потому что первое письмо в количестве, помненное на сессию Горсовета, было подписано академикой. Обычно у нас академики, вот эти такие, общественные письма не подписывают. Но наш директор первое подписал, сказал, я не верю, но я подпишу, и на сессию Горсовета наше письмо было заслушано. И вот в Инбю, наверное, такое произошло сочетание, когда, напомню вам историю, вот в 51-м году Владимир Алексеевич Воденицкий приостановил общественное, собрал общественное движение, вот здесь оно было почти никакое после разрушенного города, и научную общественность в СССР, и в мире, и предохранили Черное море от охранения радиоактивных отходов. Это планировалось, такая акция, сразу после войны. И стоило это борьбу несколько лет. В 77-м году, когда строили эти малы, на уху никто не спросил, это был флот, база, и никто не спросил, не надо было же строить эти малы, потому что все, весь этот обмен на три буты. Тогда тоже общественность ингема писала, и министерство, и везде никто послушал, никто не послушал, мы что имеем, то и есть. И, наверное, вот такой из этих, таких значительных общественных дел, это вот многие у нас в институте считают, это, конечно, сейчас это стало уже принципиальной целью добиться и довести это дело до конца. А я лично благодарна, что из кабинетного, как бы, человека стало вот таким общественным. И хочу сказать, что, конечно, вот эти фотографии прекрасные, это вот фотографии моего мужа, уже покойного, профессора Светлского университета Рональда Филлипса, который, когда увидел карат, он говорит, я участвовал в создании 15 биосферных заповедников в мире, и такой красоты он даже не представлял, что это на таком каранском злоту возможно такое сочетание растительности. Я думаю, у него светлая память, и моя личная, конечно, участие, я думаю, что мы добьем это дело до конца. Если есть какие-то пожелания, братьте еще вот. Продолжение следует...